Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Комиссарова Алиса. Я работаю архитектором контента в компании Positive Technologies. Рада приветствовать вас сегодня на своей презентации «Один за всех» и расскажу вам, как мы синхронизировали все типы контента в единой CMS-системе, как внедряли ее в свой отдел и продолжаем внедрять в другие департаменты компаний. Расскажу сначала, как мы… Буду считать сегодня свою задачу выполненной. Если вы поймете, нужно ли вам внедрять CMS-систему у себя в компании, чего вам будет это стоить и каких результатов вы сможете достичь. Расскажу, почему мы решили внедрить CMS-систему у себя в компании. В нашей компании, как и в других IT-компаниях, контент создают авторы разных подразделений. Это не только технические писатели, но и сотрудники из продуктового маркетинга, специалисты отдела лицензирования, обучения, методологии стандартизации. Авторы создают контент в различных инструментах, сохраняют в разные места, из-за этого его тяжело переиспользовать. Также они пишут в разных стилях, сохраняют в разных марматах и даже используют личные шаблоны наравне с общими. Все это усложняет синхронизацию контента и его обновление. Работая вне CMS-системы, тяжело редактировать контент и переводить его. Но современная CMS-система решает эти проблемы и позволяет снизить расходы на перевод и редактирование на всех этапах его разработки. Помимо основных целей снижения затрат и решения тех проблем, которые я озвучила, мы также хотели добиться прозрачности управления процессами создания контента, успевать сдавать документацию к релизу на нескольких языках. То есть нам нужно было в более быстрые сроки успевать сдавать документацию и поддерживать большее количество проектов. На этом слайде я еще раз перечислила те условия, по которым вы можете понять, пора ли вам внедрять в свою компанию CMS-систему. Вы можете более подробно ознакомиться с этими пунктами, когда презентация будет в открытом доступе. Расскажу про наши достижения. Нам удалось добиться поставленных целей, решить эти проблемы. Также у нас были и другие достижения. Мы смогли автоматизировать около 80% чек-листа, что позволило нашему редактору проверять уже не один проект, а около пяти проектов. Мы смогли провести ребрендинг всех наших технических документов в течение нескольких дней. Это было около трех дней. Производительность технических писателей повысилась примерно на 25%. И мы успеваем сдать к релизу документацию уже на нескольких языках и даже в более сжатые сроки. Но внедрение любой такой крупной системы на корпоративном уровне всегда относилось к числу сложных задач. И CMS-система здесь не исключение. Поэтому хочется вам рассказать поподробнее, как мы внедряли ее у себя в компании. Вообще путей внедрения может быть два. Снизу это когда авторы понимают ценность такой системы, хотят ее внедрить у себя в компанию и внедрить свои бизнес-процессы. Но этот подход сложен тем, что авторам необходимо тщательно продумать об основании крупных расходов, не только лицензий, но и других, перед руководством. Второй подход это подход сверху, когда руководство понимает необходимость изменений, но и при этом думает, как CMS-система может позволить повысить прибыльность компании. Этот подход проще. Но здесь есть свои трудности. Не все поддерживают такие стремления руководства, и поэтому приходится применять административные рычаги, чтобы авторы начали механически работать в этой системе, но по мере достижения очевидных выгод авторы будут все больше втягиваться в этот процесс и достигать уже поставленных целей быстрее. Редко бывает, когда два этих пути совмещаются, но именно по такому пути пошла наша компания. Эта система довольно крупная, ее тяжело внедрять, поэтому нужно хорошо спланировать внедрение такой системы и учесть ряд требований. О каких требований здесь идет речь? Но одним из камней преткновения может быть технические знания пользователей. Не все готовы работать в другой системе. Многие привыкли работать в Microsoft Word и не хотят изучать что-то новое. Такая система не должна мешать текущим задачам пользователя. Вам нужно подбирать систему, учесть, как она может повлиять на работу как с отрицательной, так и с положительной стороны. То есть вам нужно учесть требования к возможностям системы. Это требования к ее возможности проработать собственную архитектуру, компонентам системы, есть ли там компоненты по редактированию, переводу и по интеграции с другими системами. Здесь отдельно я хочу отметить, на этом слайде представлены критерии для оптимального выбора CMS-системы. Отдельно хочу сказать про легкость адаптации к системе. То есть внедряя такую систему, вы должны уже думать о том, как вы будете подбирать следующих коллег, входящих в компанию, потому что к ним вы будете предъявлять уже новые требования. Помимо расходов на основные лицензии, потребуются и расходы на IT-инфраструктуру. Это могут быть локальные машины пользователей, также расходы на сервер, на большую базу, на большое дисковое пространство под базу данных и на сопровождающее программное обеспечение. Также довольно много ресурсов уйдет на поддержку, администрирование такой системы. То есть у пользователей, которые будут этим заниматься, будет уходить не менее 10-20% времени. И это не только департамент, который поддерживает IT-инфраструктуру, но и время у департамента, который инициирует внедрение такой системы. На этом слайде я перечислила основные статьи расходов, которые могут быть связаны с внедрением CMS-системы. И отдельно обращу ваше внимание на последний пункт, это архитектура контента. Для авторов, для которых подобная система не будет главным инструментом, как для технических писателей, потребуется дополнительный сервис. То есть нужен будет человек, который будет помогать переиспользовать материалы, который будет следить за обновлениями, следить за появлением нового контента, который будет помогать адаптировать этот контент под что-то новое, обучать этих коллег. То есть это дополнительная роль архитектора контента, который будет всем этим заниматься. После того, как вы выбрали систему и оценили приблизительно стоимость ее внедрения, необходимо провести пилотное внедрение в один из департаментов. Так мы решили внедрить у себя в компанию первым делом департамент технических писателей, редакторов и переводчиков. При проведении пилотного внедрения вы можете понять, какие подводные камни могут быть в системе, с какими проблемами сталкиваются авторы, и также подготовить базу знаний для того, чтобы последующие департаменты могли легче входить в эту систему. Такая система не будет работать сама по себе, и нужно понимать, что надо потратить дополнительное время, усилия и средства, чтобы ее внедрить. После проведения пилотного внедрения нужно провести оценку эффективности. Так мы, например, поняли, что мы стали около 80% времени экономить на публикации и оформлении контента. То есть, если раньше мы могли потратить на подготовку, на коммиты, верстку документа от одного и даже до целой недели, то теперь мы тратим всего несколько минут. Большой процент переиспользования позволил нам, на некоторых проектах он вырос аж до 63% за год, позволили нам значительно сэкономить средства на переводе. Такая система обязательно должна быть окупаема, то есть ее стоит внедрять только если она окупится. Но могу точно сказать, что за полгода она не окупится, и примерно хороших результатов вы можете достичь примерно через год-полтора. Так вот мы, например, поняли, что если раньше мы поддерживали где-то 4-6 проектов, то за год тем же составом технических писателей мы смогли поддерживать около 12 проектов. Но внедрение CMS-системы для достижения глобальных целей недостаточно в один департамент. Нужно продолжать внедрять его и в другие департаменты компаний. Конечно, внедрение такой крупной системы пугает пользователей, поэтому мы разработали ряд приемов и методик, которые позволяют нам быстрее адаптировать своих коллег к работе в этой системе. Мы ищем увлеченных коллег, которые понимают ценность системы, устраиваем им индивидуальное обучение, помогаем заводить тестовые проекты. Мы делаем презентации для целых отделов, знакомим отделы между собой, чтобы они могли обмениваться опытом, настраиваем рассылки, оповещения напоминающие пользователям об их задачах в системе и также настраиваем каналы и чаты в мессенджерах, чтобы пользователи могли быстрее получать нужную им информацию. На этом слайде я представила те условия, которые важны для масштабирования системы. И отдельно здесь скажу про достаточность полномочий. То есть, чтобы вам было легче внедрить систему, вы должны обладать достаточным авторитетом, иметь знания в этой предметной области и иметь какой-то опыт работы в системе. Тогда внедрение пройдет гораздо проще. Но в заключении хочу еще раз проговорить, какие критерии наиболее важны для успешного внедрения CMS-системы в компанию. Первым делом вам нужно изучить контент, который есть в компании, найти между ним пересечение и пересечение в бизнес-процессах по подготовке этого контента, оценить затраты на неэффективные этапы разработки этого контента, подобрать систему с учетом требований авторов, которые будут работать в этой системе, и других требований, про которые я говорила. Также потом рассчитать первоначальную стоимость этого внедрения, провести пилотное внедрение и сделать обсчет эффективности, и в конце выработать подходы к архитектуре и подготовить базу знаний, чтобы потом уже можно было внедрять эту систему в другие департаменты. На этом слайде я привела ссылки, где вы можете получить дополнительную информацию уже после презентации, когда она будет в открытом доступе. И на этом все. Ваши вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо. Есть ли вопросы? Алиса, спасибо, очень интересно. Вы не назвали ни одного числа. А надо оценить то, надо оценить все. Вы можете сказать, сколько это может быть, например, на примере вашей фирмы, если это не коммерческая? Сколько это стоит? Да. Но мы здесь специально не привели стоимость, потому что система, их очень большое количество, и не хотелось пугать такой цифрой, потому что не все готовы внедрять какую-то крупную систему, кому-то, возможно, понадобится более простая система, и не CMS, а authoring tool, и тогда стоимость будет очень сильно варьироваться. Какой-то ориентир вы можете дать? От, до? Ну, возможно, какие-то простые системы от 30 тысяч и понарастающие в зависимости… 30 тысяч рублей? Долларов. И понарастающие в зависимости от того, какая уже лицензионная политика у компании, и какие масштабы вашей компании, сколько вам нужны лицензии, какая инфраструктура у вас. То есть от этого будет сильно зависеть. Спасибо. Как куратор доклада хотел бы небольшой комментарий дать к этому. Конечно, эти системы, они стоят каких-то денег. Тут вопрос не в том, что нужно прийти к начальству с эксельной табличкой и сказать, мы хотим вот столько-то денег пустить на ветер. А нужно эти деньги с чем-то сравнить. А сравниваете вы их с теми затратами времени, помноженными на зарплаты, которые сотрудники тратят неэффективно. То есть если у вас человек бегает полдня и ищет какой-то нужный ему контент, или пишет его заново, не зная, что такая история уже кем-то написана, то значит, плен его зарплаты на этот день выкинуто в помойку. А это плен зарплаты, так сказать, не самых дешевых специалистов. Еще надо умножить на налоги, которые тоже некоторые… У нас сразу на полтора умножайте смело на 40% еще. И еще нужно на издержки, на всякие дополнительные расходы умножить. Это получается раз в два или в три. То есть человек, который час потратил на… Да-да-да, ну вот так это и так обосновывается. Сказать обоснование для 20 тысяч рублей, немножко проще, чем для 20 тысяч долларов. Но обоснование надо… Я также добавлю еще про окупаемость системы. То есть мы за год поняли, что только на одном из проектов мы сэкономили где-то стоимость шести лицензий и исключили найм одного технического писателя. На нас всех тоже заменят роботы, хорошо. Еще вопросы? Спасибо. Вопрос такой. Ну то есть КМС-системы, они в принципе в организациях используются для других целей тоже, например, для взаимодействия с контрагентами. Вот хотелось бы понять возможности интеграции разных КМС-систем под разные задачи. Ну не все системы, во-первых, интегрируются с какими-то другими. И здесь важно уже подбирать систему с учетом ваших требований. То есть ту систему, которую мы подбирали, она хорошо интегрируется с другими системами. И мы решаем еще ряд других задач, про которые я говорила. Возможно, через год на следующей презентации мы уже расскажем про то, каких мы других результатов добились, но просто еще пока это в работе. Ну то есть по факту вы как раз используете вот этот подход, когда у вас разные КМС-системы используются под разные задачи, но они друг с другом интегрируются? Нет, у нас одна КМС-система. У вас одна подо все? Да. Ну, удобно вам. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Можно тогда оттуда у тебя еще маленький вопрос? Я правильно понимаю, что качество и функциональность ампинсорсных подобных систем ни в какое сравнение не с коммерческими, даже не рассматривался в рамках ампинсорсных продуктов? Ну мы рассматривали много систем. Не могу точно назвать все, потому что подбором системы не лично я занималась, да? То есть была ли там опенсорсная, мне тяжело сказать. Хорошо, спасибо. Все, спасибо. Поблагодарим докладочку. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ